Из года в год в ОКТБ отмечаются одни и те же школы, в списках лидеров одни и те же детсады. На международных, областных и городских конкурсах об их победе уже заранее известно. При этом победы у них действительно заслуженные. Но есть школы детсады, у которых не совсем хорошие показатели в работе. Поэтому, как было отмечено сегодня на августовской конференции, слабым пора меняться и подтягиваться. Иначе повторное озвучивание их имен с высоких трибун ни к чему хорошему не приведет. В этом году в ЕНТ приняли участие 2475 детей. К сожалению, 18 школ показали низкие результаты по итогам тестирования. При этом в этот список впервые попали вторая специализированная школа и 20-я школа лицея. Это стало неожиданностью. Помимо этого, растет количество детей, не набравших пороговый уровень баллов по итогам тестирования. Это ученики Россовхозской школы, 18-й, 35-й, Георгиевской, 3-й, 31-й и других школ города. Главный ориентир в этом учебном году по-прежнему трехязычие. Необходимо повышать статус государственного языка, но и наравне будут изучаться русский и английский. В этом плане особенно был отмечен успешный опыт изучения английского в 26-й и 39-й школах-гимназиях, где дети свободно изъясняются на иностранном. В целом, в своем докладе главный педагог города Лизату Разбаева обязал учителей в первую очередь усилить работу по повышению качества образования. Хочу поставить перед преподавателями филологических дисциплин принципиально ответственные задачи. Поднять статус государственного языка на более высокую ступень. Сохранить многолетний уровень владения русским языком. Усилить качественное преподавание и изучение английского языка. Подготовит квалифицированные кадры через курсы, обучающие семинары, тренинги, конференции. Принявший участие в конференции, градоначальник отметил отличившиеся школы и детсады. Помимо этого, 11 педагогов получили премии за высокие показатели в работе. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт».